Я вот с командой блога «Техномат» делал это сообща, вот был он, сам владелец блога «Техномат», который оставался в себе анонимным, и даже мне свои личные данные не хотел, даже не знаю, кто его зовут. Он занимался именно техническим продвижением блога, я занимался, собственно говоря, превращением его в некий такой общественно-политический инструмент, потому что мне было интересно именно каким-то образом пропагандировать какие-то взгляды, идеи и добавлять элементы СМИ в новый журнал, то есть практически с нуля, делать площадку, которая была бы интересна и не только там таким простым людям, которые это будет мечтать, и там политикам, и там принимателям, там прессе и так далее. Ну и, соответственно, уже взял курс на это, то есть пытался внедрить формат интервью, то есть очень часто выходили там, что когда поступил интервью для блога «Техномат», я пытался сделать интервью именно как формат новый для благосферов, потому что он для меня почему-то практически никого не интересовал, это было каким-то непонятным явлением, тем не менее пытался это внедрить, то есть чтобы выходили какие-то рубрики, чтобы у блога была структурирована какая-то концепция, чтобы было по определенным часам определенной рубрики, я вначале и сам вел рубрику, как такой юмористический комменток, таких, скажем так, была политическая рубрика, и, соответственно, было очень важно заявить о себе, и чтобы в том числе и представители власти, представители прессы, политические деятели тоже обращались на нас внимание и прислушались к нам, то есть, ну, они встали не настолько сильно, как там вдавайте на нас, ребят, потому что, ну, все-таки не конкуренции, но, тем не менее, хотелось достичь этого запоставимого уровня, и чтобы можно было спокойно там иметь какой-то парт-фоль, чтобы уже общаться там с чиновниками, говорить, что вот так-то так, у нас есть вот такие вот интервью, такие-то материалы, мы делаем это полно серьезно и просто там шутываю, и меня вот приглашали телеканал «Толизм», ну, вот матери шут, новогодний, новогодний шут, там проводили токи года предыдущего, и там кто-то там неосторожно высказал, что он, блогер, это не серьезно, там с каким-то блогер, кто-то договорился, кто-то не пришел, мероприятие сорвал, он очень, как-то так скептически, и даже несколько понедрежительно сказал, что блогер – это, ну, человек, кто-то в этом их делаю, и тем более рассматривать его как какого-то транслятора общественного мнения, общественного информации, как-то реальности, даже стоялся к тому, что должно быть совершенно не так, и нужно именно развивать профессиональную составляющую благосферу, чтобы каждый там блогер, а теперь он имеет какой-то талант, и пробиться, чувствовать себя очень уверенно в этой области, не просто там замечательно как с любым делом, а именно уже легко представить себя профессионалу в добрости, которые знают, что он может каждому, и так и себя позиционировать. И я начинаю с тобой брать интервью, вначале я не очень приведен, это ведь авторитетные люди, и потом все более и более авторитетные, то есть, ну, и потом это уже все стало сложно, то есть общаться там с любыми, практически, киновниками, бизнесменами, нужно было спокойно сошли, просто готовиться к вот такому, как техномагу, несколько диплом, интервью, какие-то наработки, что вот такой-то охват аудитории большой, какие-то, в принципе, статистической, раз, в какую-то необходимость, можно издюрзывать, потому что мы можем дать интервью, можно обещать материал какой-то и так далее, можно работать с какими-то крупными газетами, журналами и так далее, можно просто какие-то материалы перепечатать, чтобы потом все перепечатывали известную массовую информацию, потому что, насколько вам известно, сейчас, в последнее время, зачастую и происходит не так, что блоги, делать информацию по средствам массовой информации, в очень большом количестве случаев происходит совершенно наоборот, то есть, если блогеры могут активно, точно, оперативно реагировать на сильные изменения в обществе, которое происходит, и первое, когда служили источниками информации, это медицин-мейкерами и купейшие информационные помоги, потому что все каналы, радиостанции, штабы, там, оттуда, спокойно, не веряются. Главным временам в доверии, то есть, чтобы какое-то сейсмомство информации, авторитетное пришло сообщение, не подумалось, что какая-то недостоверная информация, это надо и доверить, и спокойно, без слушателей, и распространить его своим каналам, и именно это является залогом того, чтобы благосфера существовала как профессиональная социальная группа, и не оставалась какой-то маргинальная, четко и легко интеллировалась как общественная процесса. Поэтому, что важно было, собственно говоря, сформировать доверие. Ну, это происходило достаточно долго, но, тем не менее, это было достигнуто, очень рано было благосферка правильно, и не допускали каких-то ошибок, то есть сохранять свой опыт, в этом случае сохранять свои характерные черпения. Подключение, собрать ничего не слышно, просто микрофон, а микрофон работал плохо, а плохо, да? Саша Яковлев сказал, что сейчас принесет другой. А, такое минуту 10 назад, извини, что прервал. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот еще есть.